Всем привет, друзья! Сегодня посмотрим на дешевую светодиодную настольную лампу с Aliexpress. Обошлась она в 1000 рублей. Отсюда и качество упаковки. Но надеюсь, на содержимое это не повлияло. Кстати, обзор аналогичной лампы у меня уже есть на канале. Правда, это лампа фирменная от Xiaomi. И стоила она, конечно, в несколько раз дороже. Но при этом отлично работает по сей день. В комплекте идет сама лампа, полуметровый кабель USB-MicroUSB для зарядки встроенного аккумулятора, а также пластиковый держатель для ручек или карандашей. Лампу можно достаточно гибко подстроить. Поднять на необходимый уровень, правда, повернуть в сторону уже не получится. Сам пластик достаточно дешевый. На корпусе есть сенсорная кнопка, при помощи которой происходит все управление. На задней части есть микропереключатель, который включает или выключает работу сенсорной кнопки, а также порт для зарядки microUSB. Лампа имеет встроенный литий-ион аккумулятор. На странице продавца указана емкость 3600 мАч, но это мы проверим. Высота лампы в полностью разложенном виде около 30 см, а также около 25 см длина самой светодиодной части, которую можно, кстати, повернуть на 180 градусов. И размеры подставки 11 на 17 см. На подставку устанавливается специальный держатель для карандашей или ручек, имеющий два отделения. Для того, чтобы работала сенсорная кнопка, необходимо включить ее микропереключателем. Кнопка не сказать, что чувствительная и работает не совсем корректно, но привыкнуть можно. Нажимая на кнопку, мы поочередно переключаем три режима. Холодный цвет, теплый цвет и смешанный, то есть дневной. Также при нажатии и удержании кнопки происходит диммирование, то есть понижение или повышение яркости. Возможно, на камеру это не так заметно. При помощи специального прибора измеряю освещенность. Учитывайте, что расстояние до лампы около 30 см. Как видно, в разных режимах она немного отличается. И самая высокая в смешанном режиме. При подключении кабеля начинается зарядка, о чем свидетельствует красный светодиод. Кстати, неважно, в каком положении находится переключатель. При окончании заряда диод меняет цвет на зеленый. Давайте все-таки разберем эту лампу и посмотрим, что у нее внутри. В том числе и какой аккумулятор. А тут никаких сюрпризов. Одна литий-ионная банка формата 18650, причем не закрепленная. И как видно, достаточно дешевенькая плата с тонкими проводами. То есть все максимально бюджетно. Ну, при этом главное, чтобы работало. Кстати, банка без маркировки. То есть определить емкость или тип химии невозможно. Но это не проблема, когда есть специальные приборы. Разряд этого аккумулятора при помощи литокала ЛЕ-600 током 500 мА показал емкость всего 1200 мАч. При заявленных 3600. Ну да, у китайцев такое практикуется. Чтобы оценить время работы от аккумулятора, давайте измерим токи. В режиме холодного цвета 460 мА. В режиме теплого 480. А в смешанном режиме около 700 мА. Исходя из этого, при работе в максимальном режиме от этого аккумулятора лампа способна будет проработать максимум 1,5 часа. Поэтому было решено заменить аккумулятор и поставить сразу 2, так как посадочное место это позволяет. Нашел еще старые аккумуляторы, емкость которых около 2500 мАч. Соединил их параллельно при помощи точечной сварки и подпаял провода. Также зафиксировал эти аккумуляторы в держателях при помощи термоклея, чтобы не отвалились. И в итоге мы имеем батарею емкостью около 5000 мАч, что даст непрерывную работу не менее 6 часов. Эту настольную лампу я заказал для своего ребенка. А насколько хорошо она будет работать, покажет только время. Но если вдруг с ней что-то случится, я об этом сообщу. Спасибо всем за просмотр, на сегодня все. Всем удачи, всем пока.